Шанс, что слон высосет весь твой борщ, ничтожно мал, но не равен нулю. Да, и всем привет, друзья, меня зовут Макс, и смотрим мемы, которые вышли в соцсетях сегодня, на этом канале. Мы смотрим мемы самые новые, каждый день. Погнали, посмотрим, что нам сегодняшний день-то преподнесёт. И да, я понятия не имею, что будет в этом ролике, может быть, полнейшая дичь, но в этом и весь прикол. Любая современная техника, которую покупаю я, ломается через 2-3 года. Тем временем, холодильник 70-х годов от Бирюса, имени Бирюса Виллиса. Я ещё тебя переживу, и всех, кого ты любишь, щара переживу, я бессмертен, я сама вечность, говорит, холодильник Бирюса Виллиса. Как-то развлекался тем, что клал руку в пасть своей собаке, когда она зевала. Ровно до момента, пока собака не засунула мне в рот свою лапу при моём зевке. Что ж, медь защитная. Умная собака у тебя, видимо, я тоже так прикалываюсь над кошкой, над собакой, раз так париться. А у меня, прикиньте, Перси гладит. Ну, то есть, я его глажу, и он, видимо, сочетал это, и понял, что это жест какой-то, ну, видимо, жест проявления любви, в общем. И он тоже подходит, на тебя кладёт свою руку, он челобак, а у него руки. И так вот, раз так, раз так по мне. Я такой, он клёво, меня собака гладит. О, боже. Когда соврал в резюме, но ты быстро всё схватываешь. Ну, не всё в порядке, это Рафаэль и Донателло. Почему? Нет, у него синие пояски. Леонардо, но там сзади палка. Дзё называется. Палка Дзё. Или Джо по-разному называется. Ладно. Кстати, если что, я болею, я могу хрихтеть, пердеть и помирать. Войдёшь через арку, во двор слева, серая металлическая дверь. Там без пропусков, без пропусков, актёр сидит такой. В Подмосковье отличник избивает тех, кто остаётся в знаниях. Вот этот поворот. Такой, как это, деньги есть, мелочи есть, а он такой подходит к двоечникам. Двойки есть, а? Тройки есть, давай, не показывай. Никто. Насекомые в закопанном графе. О боже, кто это придумывает? Я восхищаюсь такими людьми. Мне бы не пришло в голову, честно говоря, вот это вот. Типа пиршество. Насекомые в закопанном гробу. Всё верно, у них пиршество, да. А это я смотрю в зеркало. После того... Всё, тихо. А, спокойно. Смотрю в зеркало после первого дня в качалке и не могу понять, где теперь парковать эту машину. Про себя, что ли? Как скромно. Сколько лет твоей девушке? 41. А, ха-ха-ха-ха, моей маме столько же. Вот и я про то. Ладно. Туристы любуются видом ночного города. О, как красиво. Офисный планктон, работающий сверхурочно в этих зданиях. Хорошо? Так, синюшно смешно. Ты называешь себя моим другом, но где ты был, когда моя Ава набрала только 4 лайка? Создавала 4 аккаунта. Бро, бро. Тебе кажется, что ты тупой, потому что ты не успеваешь сделать все задачи, что взял. Не переживай, ты тупой, потому что согласился только взять. Так себе. Девушка после того, как разогрела мне еду из доставки. Хозяюшка. Блин, какие-то мемы неинтересные. О, коневские дороги. Любимый. Помнишь, ты говорил, что не бросишь меня в беде? Так вот, я беременна. Человеческая память коротка, когда речь идет о чужом горе. Вот этот мем внизу, картинка с Каневским, она... Хоть она эстетичная, но вот я вижу динамику, я вижу движение. Я прямо вижу, как он... Ну, то есть, какая-то фраза, что-то там происходит в меме, и дальше так открывается дверь, заходит Каневский, и говорит какую-то свою там реплику, мудрость там еще что-то, и выходит. Я прямо вижу движение в этой картинке, хотя это, конечно, фотография. Вот. Такие наблюдения. Не знаю, зачем это сказал. Снова приготовил баклажаны по любимому рецепту. Купил, кинул прямо в пакете в холодильник, подождал два месяца, и засунул пакет прессини в мусорное ведро. Потому что ты не женат. Я тоже, понятия не имею, что делать с этими баклажанами. Ну, когда ты женат, то ты ешь вкусные запеченные баклажаны. Белый, черный, азиат, богатый, бедный, толстый, худой. Человек, который стоит перед тобой в банкоматах. Ты опять стульчак оставил в поднятом. Так же она? Окей, хорошо. Полиция, красавчик, полиция. Шеф, полиция. Я в детстве. Ну, мне не идет ни одна шапка, я никогда не буду их носить. Я сейчас, ха-ха, шапка пива, закажу на всякий случай сразу. Я не знаю, что-то запрягло было в детстве. Мы реально не хотели шапки носить. Многие не хотели. Не, я-то хотел, я все время трое штаников одевал. Пять курток, мне все время друзья угорали, что я так тепло одеваюсь. Я говорю, идите в жопу, азиат, в жопу не отморожаю. Идите в жопу, в жопу, в жопу, короче. Любой мужчина несчастен лишь за первого лего-бульдозера. Бульдозер, кстати говоря, стоит. Мне кажется, как настоящий бульдозер. Разговоры с друзьями 20 лет. Книги, игры, тусовки, труды Ницше. Серьезно? Тайны перевала Дятлова. Разговоры с друзьями 30 лет. Инсульт, пневмо, что-то там. Поносы. Поносы. Это слово я ни разу не встречал во множественном числе. Ну, то есть понос. У нас там у всех понос. Надо сказать, у нас у всех поносы. Это странно, как, не знаю, метро, метры, метра. Трилогия «Закон всемирного тяготения» закончена. Что же вас ждёт в этой истории? Эпичная космическая фантастика. Грандиозные катастрофы и уничтожение Солнечной системы. Космическое путешествие. Множество уникальных локаций. Исследование новых планет. Саспенс. Научные идеи. Необычные сюжетные ходы. И непредсказуемый и оригинальный финал. Любите космическую фантастику? Обязательно ознакомьтесь с этим циклом книг. Какой же я богатый внутренний мир? У меня такое особое восприятие мира. Другие люди вообще не могут понять, насколько глубоко я всё чувствую. Ну да, ещё ты считаешь себя очень умным. И это свойственно, естественно, когда ты маленький, молодой. Ты мало чего знаешь. И когда ты мало чего знаешь, тебе кажется, что твои знания, они просто все объемлющие. Что ты очень умный. А вот если ты с возрастом начинаешь понимать, что ты, что ты можешь не знать, и ты можешь давать слабину и так далее, если ты этого не понимаешь, то значит, что-то с тобой не так. Не грех в старте сказать себе, я знаю, что я ничего не знаю. Да, не грех так сказать. Хорошо бы так сказать. Я. Я просто был тупым подростком. Блин, что ты опять душнить начинаешь? Ладно, короче. Я. Я просто был тупым. Хорошо, сейчас я просто тупой. Окей. Ладно. Я имею мемы спорта своими, был там. В дружный, молодой коллектив, требуется мразь. Окей. Девки. Ха-ха-ха, парни такие беспомощные, когда выбирают нам прокладки. Также девки на заправке. Я за 17 лет брака просто докторскую защитил по выбору прокладок. Блин, у меня... Я мастер спорта по выбору прокладок. Чёрный пояс. Я их столько раз покупал. Я. Просто захожу в дуж. Рандомная бутылка шампуня, которая даже не касалась. Не знаю, это не просто одна, они как кегли. Ты так вот чуть-чуть касаешься чего-нибудь воздуха, и просто все бутылки начинают падать, скакать по ванной. Ладно. Первые поцелуи всегда такие неловкие. Сначала показалось, что у кота шапка. Ну да, шапка в виде собаки. Нормально. Ух ты. Ладно. Хорошо. В детстве я была тем ребёнком, про которого говорили. Можешь же, когда хочешь. Но прикол в том, что я никогда ничего не хотел. И до сих пор, если честно, не хочу. Да, это такая тупая фраза. Что-то сделал, получилось. И тебе так. Ну ведь можешь, когда хочешь. Ты такой. Я не хотел. Просто вот получилось. Сейчас получилось. До этого не получалось. Ну не значит, что я что-то хотел. Просто доконали, вот и сделал. 15 февраля. Девушки, милые, дружественные, напоминание вам. Духами нужно пользоваться так, чтобы вас объял. Чтобы вас обнял, почувствовал. Чё, я слепой. Чтобы вас обнял, почувствовал, как вы приятно пахнете. А не так, что я сижу позади вас. И чувствую, что вы будто купались в чём-то приторно-сладком. Духи личные. Не нужно их нести в массы. Господи. Окей, хорошо. Мэн, мы... Можно не читать вообще. Просто тут не нужны подписи никакие. Смотрите, что они с моей шапкой сделали. И башка вся продырявленная. О, Господи. Мне голова ещё болит, сволочь. Наверное, температура. Не запечкина температура из-за того, что я болею. Я думал всё не делать. Не записывать. Не, надо записать весь ваш. Никакими словами не описать, как я рад тому, что закончил школу, когда ещё не было всего этого киберпанка вроде дневника. Ру. Электронных турникетов, которые извещают родителей о твоём прибытии в школу. Чата с строителями, ватсапе, бла-бла-бла. Это вот всё. Да, можно было просто сказать, я потерял дневник. И никто никогда не узнает, что там было замечание. Потому что оно нигде больше не дублировалось. Только там. Алиса, давай поболтаем. Конечно, давай. Если надоест, скажите, хватит болтать. А что, поболтаем? Может поговорим о животных? Давай. Ну, расскажите о себе. Ну, а что ты? Животное. Кто-то сомневается в том, что мы люди животные. А кто вы тогда? Есть в биологии царство животных. Есть царство растений, царство бактерий. По-моему, даже царство грибов. Но это не важно. И в царстве животных есть категории. Сужение. То есть, там, род, вид, там, отряд и так далее. Мы вид homo sapiens, которые находимся в царстве животных. Что такого-то? Человек животное, да. Просто мы умнее других животных. Когда привухнул и зашел в мавзолей. Вот к чему это тут? Просто вот. Я люблю эту рубрику. Никогда не знаю, что будет дальше. Просто. Только что про животных, а тут уже совсем со с Лениным. Сочно. Вы все сдурели, что ли? Засунете этого чувака во фритюрницу и хватит тратить мои гребаные налоги. Спасенный петух научится ходить с помощью инвалидного кресла. Ну да, это идиотизм полнейший. Причем те, кто его спасал, такие. О, обед. И такие идут жрать наггетсы. Что? Думаю, на зубы нужно было начинать выкладывать еще с карманных денег в школьные годы. Ну да. Как-то прикольные усы. Каждый день я иду на кухню через этих ребят. Голодный караул. Прикольно, да. Понятно. Выбери кофейный столик в зал. Это можно тебе доверить. Сложно не будет, потому что сложно найти что-то глупое. Короче, я выбрал очень крутой столик. Смотрите, он прям как будто из воды высовывается. Продам женскую сумку. Эксклюзив. Сумму. Гучи. Те, кто родился в СССР, просьба не мешать бизнесу. Ну ладно, хорошо. Я так долго тебя ждала, что подготовила торт и рот. Ну торт хорошо подготовила, я понял. А рот как можно подготовить? Не, я понимаю тут, к чему мем, да. Шутки за 300, но почистила зубы или что? Ладно. Челюсть вытащила вставную. Я говорю, что? Подготовить? Как можно подготовить рот? Господи, эти мемы. От всего меня... От всего... Чего-чего-чего? От всего меня... Господи, все. Я говорю, я болею, поэтому мне сегодня нехорошо. Простите за то, что так все криво. От всего меня и моего поведения отдохнешь. Господи, от всего меня. Просто фраза криво построена, поэтому меня смутила. Я просто хочу внимания, а не игнора. Ладно, играя, не буду отвлекать. Спасибо, что вот так вот прощаешься со мной. Хорошо провести время без меня. Спасибо. Отвечай. Человек человеку. От всего меня. Это получается мужчина пишет, да? Не от всей же меня. Девушки. Очень странно. Когда ты спрашиваешь друга, какие две суперспособности он бы хотел, и он называет невидимость и остановку сердца. Тебе остановку сердца. Чего-точка. Времени, ладно. Все. О, кот Степан. Здорово. Хорошо тебе, там вкусно у тебя. Парни, 4 сфероля. Люблю тебя, тебя. Парни, 15 сфероля. Не, на все остальные. На все остальные числа. А вы замечали, что к собачникам вообще никогда не возникает вопрос? У человека 5 утра на пустодеской площадке. Выглядит странно, но если у него собачка, то это уже обыденно. Одинокий человек ночью в лесу глядит пугающе, но если у него собачка, то все в порядке. Они гуляют на лесской площадке. Нельзя гулять собаками, я собачник. Блин, я хожу, у меня есть собака где-то покакала, я в пакетику убираю какашки. Блин, все живем здесь вот, в этом районе. Зачем срать-то? Мы вчера в таких глухих долбенях встретили одинокого человека, который стоял посреди поля, а потом увидели, что у него собачка, и все вопросы натальны от поля. Ну да, меня насторожило, не слишком много у нас доверия собачникам. Такие раньше приколы, была короче картинка, чувак, идет с палкой, и ты как бы видишь, он на встречу тебе идет с палкой. Лез, трофинка, и он с палкой на встречу тебе идет. Зачем я это трянуться? Ну ты же сказал, не суть. И типа, поставьте одну деталь, что, типа, короче, там надо было поставить деталь, чтобы эта картинка стала быть зловеющей. И подставляешь собачку, и все, картинка не выглядит зловеще. Лифче бабы, ее титьки. Ладно, хорошо. Необычные попугаев, которые называют Дракула попуграф. В попуграф. Тихо. Я ухожу из дома и буду путешествовать, пока не потрачу все свои накопленные деньги. Вернешься к обеду? Думаешь, даже раньше. Насколько жизненно? Вкусно, 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 грустно, я понял. Мангал-дипломат. Нет, ну мало это, на совещании. Как все рады будут на совещании, если ты вдруг достанешь, блин, мангал-дипломат, развернешь. Мангал, и такой, все, чуваки, шашлычки, кайф. Языковой барьер. Котики всегда актуальны. Это вам не Ленина засос целовать. Идеального камуфляжа не существует. Катафляж. Миленько, прикольненько. Почему я... Ой, забрала... Блин, давайте сначала. Забрала баулы и чехлы для идежды. Идежды. Интересно. Почему я ранее не использовала для переездов эти огромные сумки? Загадка. Огромные сумки для одежды. Че происходит? Ладно. Они размером с большие коробки. Сюда два человека влезет. При всем том, что я заказывала средний размер. Кто-то отвечает ей. Почему вы питерские размеры сумки измеряете в человеках? Когда на свадьбе двоюродного брата тебя сфотографировал профессиональный фотограф. Ух ты. Хомячий коротокрыс какой. Милаха. Из отключенной сети GPS курьер вынужден изучать карту. Ладно. Хорошо. Интересно, а они по ступенькам могут как-то передвигаться или нет? Персик с девочками. Картина Серова, да, по-моему? Она. Ну да, Серова. У нас где-то там в Третьяковке, по-моему, висит она. Мне не нравится картина Персик с девочками. Девочка с персиками. Она почему-то распиарена. Ее много где можно встретить. В мемах. И не понимаю, почему именно ее взяли. Если бы я стал богатым взрослым дядей, в общем, когда я вырасту и когда я стану богатым взрослым дядей, и у меня будут деньги, и будет возможность как-то украсить свое окружение, я себе, может быть, и повешу картины. Я себе хочу какую-нибудь Босха повесить. Густава Климта, поцелуй мне нравится. И можно еще Тайную вечерю Сальвадора Дали в его интерпретации. Не надо мне писать, что Тайную вечерю написал не Дали, а кто-нибудь другой. Кто только не писал, потому что. Если вы знаете одного художника, кто написал Тайную вечерю, не надо пытаться в комментариях сразу говорить умничать. Он мне писали. Я как-то про это говорил. Типа, Макс, ты что-то тупой? Тайную вечерю написал. Этот, да, винчи. Да, да. Мало знаете, много умничаете. В общем, да, вот такие три картины я бы себе повесил с большой радостью. У тебя Босха можно прям было бы распечатывать на весь этот. На всю стенку. Я вечером три часа не могу заснуть, потому что не могу найти удобную позу. Я утром в автобусе разбиваюсь голову об окно. Хорошо. Родители, мы просто хотим, чтобы наши дети жили и радовали жизни детям. Начинают радоваться жизни. Родители. Не так. Типа, осуждают, да, что ты не так делаешь? Ну, это нормально. Точнее, это не нормально, это плохо, но так происходит. Она, когда ты скинула ей голосовуха, в которой рыкнула перда, ну, одновременно. Спасибо, хороший мем. Ах ты, мразь, такая, сел, что ли? Не дай бог, я из-за тебя звонок от мошенников пропущу. Может, я хочу с ним матом порать на них? Чего вы сразу смеете над бабушками? Это могли бы мы мыть с тобой, но у тебя нет шизофрении. Хорошо? Ух ты. В смысле, как она валежно сидит, что она себе позволяет? Культурно. Собери ноги. Когда девушка первый раз в жизни собралась быстрее тебя, и теперь делает вид, что ты задолбал опасность. Трое. В смысле? Их же двое. Ладно, я помню, я ходил на трою в школе в один классе с своей бывшей, с Настей. Она потом не изменилась, как она такая. Ну, собственно, и хорошо. Это я вычеркиваю из списка подходящих все вакансии, в которых требуется стрессоустойчивость. Ну, окей. Я тоже не стрессоустойчивый. Просто у тебя бывает нет выбора. Ну, то есть, у тебя что-то произошло, и как бы... Какая разница, стрессоустойчивый или не стрессоустойчивый? Какая нахер разница? Просто всё. Живёшь с этим. Ничего, никуда не естся. У тебя что, выбор, что ли есть? Мы работаем во тьме, чтобы служить свету. Кто мы? Мы ассасины? Нет, Михалыч, мы электрики. Ну да, без электриков будет плохо. Нахрен писатели, нахрен блогеры. Если у тебя потоп, и сантехник Федя не придёт, то это будет задница полная. Что значит вупа на твоей груди? Скуф. Когда кто-то даёт тебе посмотреть выступление своего ребёнка с концерта в детском садике. Что? Я. Помнишь, мы вчера фоткались на пенке? Такая крутая фотка получилась. Кинь мне её. Да, самая фотка. А вчера она оказалась прикольной. И не поспоришь. Самый лучший подарок на День всех влюблённых. Новый член, видимо. Ну, понятно, что там типа новый член семьи и всё такое. Но тут есть слово новый член. Точка. Хи-хи, ха-ха. Вот такой член писька. Наверное, такую реакцию ожидали соответственно мимо. Мои внезапные желания посреди ночи. По-моему, всегда хорошо котлетос сожрать. Некрасивый, говорит. Вредный кот, вредный. Посмотрите, как красиво. Он некрасивый. Я бы там, если бы был, наверное, я бы там сразу 500 тысяч книг бы сразу написал. Вдохновившись такой красотой бы. Если женщины милфы, то как назвать мужчину? Лучший ответ. Сергей. Ну, поспорьте с этим. Как назвать мужчину? Сергей. По-моему, прекрасное имя. Я кладу имбирь, который остался после ролла в холодильнике. Вдруг пригодится имбирь через полгода. У них что, в моем холодильнике камера стоит? Мой мозг, когда я вышел из аудитории после экзамена. Пожалуйста, не закрывайте это окно. До завершения очистки кэша. Лишняя информация. Нахрен сразу. А я девушку своей мечты. Вопрос. Вопрос. Надо будет с такой донацией прочитать. Ты намного больше этого. Насколько намного? Килограммов на 6-7. Ты чё, бля? Ты чё? Она уже не матерится. Девушки, надо материться. Некрасиво. Это последний раз. Обещаю. Озон, озон, озон. Джаред Летов сидит. Славься. Славься аптечеству. Служу аптечеству. Владелицы PlayStation, владелицы Xbox'ов, владелицы компов. Вечное противостояние. Я обрываюсь, ведется всеми, кто тянул меня вниз. Мой друг. Скалала за него. Борьба правительства с VPN. Ладно. Хорошо. Я не пользуюсь VPN. Так, нормально. Хотя у меня в Инстаграме 150 тысяч подписчиков было. И закрыли Инстаграм, и я такой, а, ну ладно. Значит, страшно. Я на экзамене. Так, нужно сосредоточиться и не отвлекаться от этого. Это важно. Мои мысли в этот момент. Окей, хорошо. Защита от погрызов. Ну, получилось отучить собаку. Она же грызла не вашу мебель, не вашу руку. А вот. Начальник. На этой неделе ты опоздал пять гробанных раз. Знаешь, что это значит? Я. Это значит, что сегодня пятница. Так ему и побежал. Ты самое прекрасное, что я видел в жизни. А ведь самое обидное, что и правда есть такие девушки, которым нравятся такие парни. Это похоже на какой-то мазохизм. И потом они... Ну, мама, он оказался таким козлом. Чё ты думала раньше-то? Чё, не видно, что он идиот? Нахрена ты с ним ходишь? Кот лежит на моём чёрном худаке, с которого я час отдирал его всуратую шерсть. Когда друг с айфоном кидает эмодзи, которого нет у себя на андроиде. Тут что-то на эльфийском. Не могу прочесть. Я. Так, я разумный человек. Я не верю во всякие приметы и прочую ерунду. Лев рука чешется. Ох, к деньгам. Когда случайно нажимаешь открыть в новом окне, а не открыть в новой вкладке. Ещё бывает, когда случайно хочешь что-то там сделать, у тебя из окна вкладка вылезла во второе окно, и ты такой, а, блин, как её сунуть обратно? Хотя не, не буду говорить, что я не знаю, как её сунуть обратно. А то опять будете писать, что я очень плохой человек, потому что я не знаю, как её сунуть обратно. Хлебо и зрелище. Не, мне пофиг, что там коты жарятся. Справа, смотрите, ванная стоит, и шторка, и там, не знаю, Любовь Петровна как-нибудь моется или что, или это, чтобы продавщица мылась. Я, друзья мои, стрессоустойчивый. Да ё-моё. Так же я, когда меня не приняло работу, и у меня что-то не получается. Я вам собрал, я нисколько не стрессоустойчивый, но я тебе дам эту новую книжечку. Наверное, сегодня всё, закончим. Завтра будет новая мемация. Прикиньте, как интересно, да? Они пока ещё не появились. Типа завтра они появятся, мы их первые увидим. Круто. Всё, пока, до завтра. Субтитры подогнал «Симон»